Приветствую вас! Вы никогда не задумывались, а сколько частных полетных переводов уходит с России и обратно приходит в Россию? Вот Банк России распечатал, посчитал, рассказал и разместил на своем сайте информацию, понятно, что за первые полугодия, то есть за третий квартал никак. Вот можете посмотреть, 17-й год, первые полугодия, 16-й, естественно, и 13-й. Ну, что вам сказать? Действительно, если посмотреть, то в данной ситуации валюта с Россией уходит, видите, сальто отрицательное. Хотя, обращаю ваше внимание, что в 16-м году сальто было меньше, а сейчас больше. Ну, в 13-м вообще сальто было еще больше. Но обратите ваше внимание, что в основном отрицательное сальто формируется не за счет стран СНГ, а за счет стран дальнего зарубежья. И еще раз обращаю ваше внимание, что, как видите, валюта не только уходит с России, но и приходит. Вот смотрим, 17-й год. За первые полугодия, да, 20 миллиардов ушло, но почти 10 миллиардов пришло, обращаю ваше внимание. Причем обращаю внимание, что не только из стран дальнего зарубежья, но и с СНГ. Ну, видите, средний размер перевода, да, действительно. Раньше как бы больше денег бегало, сами видите, там вообще получалось какие-то сумасшедшие суммы с дальнего зарубежья. А сейчас, ну, так себе, копеечки небольшие бегают туда-сюда. Так что, вот, посмотрели, проанализировали, а теперь давайте посмотрим по странам. Ну, как же без стран. Итак, 17-й год. С разбивкой, ну, соответственно, деньги, которые поступили в Россию и которые перечислены в Россию. Первое место. Денеги, которые поступали в Россию, что занимает? Швейцария, логично. А если сказать, ну, куда больше всего перечислять деньги? Тоже Швейцария. То есть, как видите, в основном частные переводы, это что, офшор, 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 да. Ну, видите, даже вот у нас там Латвия есть, молодцы, США, очень интересно. Причем, обращаю ваше внимание, и США не перечисляют в Россию, видите. Ну, в Италии довольно много перечисляют, тоже интересно. Дальше, Великобритания, очень такая наглядная. Ну, Кипр, естественно, Украина. Ну, как им сказать. В Украине всего нас, ну, 300 миллионов. Это что ж миллионов? 300 миллионов за первые полугодия было перечислено. Но с Украины 80 миллионов было перечислено в Россию, обращаю ваше внимание. Все посмотрели? Внимательно посмотрели? Очень внимательно. Это хорошо. Еще раз обращаю ваше внимание, что главный поток валюты идет. Да, Узбекистан там есть, но Швейцария на первом месте. Но самое интересное, что Италия. В Италии перечисляют довольно много денег. Так что, а 13-й год, ну, как же без 13-го? Мы же должны сравнить с 13-й. Я говорю, суммы были больше. Первое место по поступившим деньгам с Россией тогда, ну, сейчас Швейцария, тогда забыл в Кипр. Ну, вы бы сами знаете, из-за чего чисто технологично поменялось. Сейчас Швейцария первая. Потом, опять же, Великобритания, как видите, Украина в 2013 году 280 миллионов перечислила в Россию. Не с Россией, а в Россию. Но, правда, тогда с Россией в Украину ушло полтора миллиарда. И вот, если обрати внимание, тогда на первом месте был Узбекистан. Больше всего 2,7 миллиарда. Швейцария опять рядом. Таджикистан. Ух ты, какие. США. Замечательно. Опять Германия. Тоже замечательно. Вот такие интересные показатели. Что это еще раз показывает? Да, действительно, в Старбайде деньги, конечно, перечисляли, перечислять не будут. Но, все-таки, основной поток валюты, который идет в частной валютной природе и в Россию, и из России, это не Старбайде. Это, что называется, жители России, которые имеют очень много денег, имеют счета за рубежом, недвижимые за рубежом, и, как видите, не только перечисляющие цари, но и получающие цари. Молодцы, молодцы. Что ни говорите, это радует.